Музыка Подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду обсудили на планерном совещании. Всего в нашем районе действует 60 котельных. Из них 27 эксплуатируют предприятия ЖКХ, 27 учреждений образования, 3 здравоохранения, 2 социальные защиты и 1 учреждение культуры. На сегодняшний день к работе подготовлены 56 котельных, что составляет 93% от общего числа. Теплотрассы подготовлены на 93%, это около 47 километров. Также на совещании рассмотрели подготовку животноводческих хозяйств к зимнему периоду. На сегодняшний день укомплектованность ферм кадрами составляет 100%. Обслуживающий персонал обеспечен спецодеждой и спецобувью. Все фермы района укомплектованы резервными дизельными электростанциями на случай аварийных отлучений. Особый вопрос – наведение порядка в населенных пунктах. Глава муниципалитета остался недоволен результатами работы в некоторых из поселений и поручил главам и ответственным ведомствам не допускать санитарных нарушений. Краевая специальная спартакиада среди инвалидов по легкой атлетике прошла на северском стадионе «Олимп». Мероприятие объединяет сотни спортсменов с ограниченными возможностями здоровья со всей Кубани. Ежегодно они собираются вместе доказать, что спорт доступен каждому человеку. На территории района проводится краевая специальная спартакиада по легкой атлетике среди инвалидов, проживающих в домах-интернатах Министерства труда и социального развития Краснодарского края. Цель данного мероприятия – чтобы реабилитировать инвалидов, чтобы они чувствовали себя таким же равноправными членами нашего общества. В этом году спортивное мероприятие приурочено к церковному празднику – Рождеству Пресвятой Богородицы. Дорогие друзья, братья и сестры, сердечно поздравляю вас в первую очередь с сегодняшним днем, а сегодня Великий Доносевый Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Этот день встречает вас на этой земле солнцем, теплом, радостью, для того, чтобы вы сегодня, соединив в себе эту радость, смогли преодолеть себя в спорте. Ведь спорт – это то, что дает нам возможность победить прежде всего самих себя. Не важно, кто сегодня будет первым, кто вторым и так далее. Главное, что все мы сегодня победили в себя, будем честными, будем радостными, будем достойными. Вы сегодня уже все победители, потому что вы преодолели себя и приехали на наши соревнования. Но сегодня я вам пожелаю самое главное – пройти соревнования без травм, победить сильнейший и честного судейства. В соревновании приняли участие команды из 11 психоневрологических учреждений. Спартакиада проходила по 7 ставшим уже традиционными дисциплинам – бег на 50, 100 и 200 метров, эстафета 4 по 100, прыжки с места, метание набивного и теннисного мячей. Все команды проявили истинный спортивный азарт в борьбе за первые места. По результатам состязаний победу одержала команда революционного центра города Армавир. Легкоатлетам северского психоневрологического диспансера досталось второе место. С музыкой с детства. Юные дарования собрались в Доме культуры поселка Афибский на фестиваль детского творчества «Веселые нотки». Солисты и детские вокальные коллективы в двух возрастных категориях до 10 и от 11 до 14 лет блистали на сцене на радость зрителям под строгими взорами компетентных членов жюри, преподавателей вокальных и хоровых дисциплин из разных школ искусств Северского района. Ребята выступали в нескольких номинациях. Репертуар конкурсантов пестрил разнообразием. Здесь и эстрадно-джазовый вокал, и народно-стилизованное творчество. Самые яркие конкурсанты получили дипломы за первое, второе и третье места. Но, несмотря на решение жюри, каждого конкурсанта уже можно смело назвать молодым артистом. «И хотя сегодня дети, в черных красок на планете, и под этим небом синим, будет в мире все красивым, не нужны с него для взрывы, будет человек счастливый, за землей порядка есть, в свои белых колумбей». «Все это подтягиваем». Необычные часы из старых виниловых пластинок создают екатеринбургские супруги-предприниматели Павел и Ксения. Их мастерская работает уже год, и поток клиентов не прекращается. «Виниловые пластинки – это все равно что-то из прошлого, такое старое, забытое уже. Мы им даем как бы вторую жизнь, начинаем их преобразовывать, делаем из них часы. То есть это все равно время. То есть время – это прошлое, время – это настоящее, ну и, соответственно, время – это будущее». В каталоге мастерской 500 моделей часов. Более половины клиентов заказывают изображения любимых певцов. Также популярны автомобили и герои кинофильмов и мультиков. Но часто люди хотят часы с индивидуальным дизайном. «К нам обращается клиент, и он хочет заказать часы с каким-нибудь, допустим, известным исполнителем. Мы ему предлагаем, у нас есть какие-то варианты, он говорит, нет, я это не хочу, я хочу что-то другое. И мы начинаем уже вместе с клиентом думать, что, как». Часы делают на специальном оборудовании, предназначенном для лазерной резки и гравировки. Перед работой нужно измерить толщину пластинки и подстроить под неё аппарат. «Каждая пластинка, она индивидуальна, то есть у них разная толщина, у них разный состав». Часы из пластинок покупают жители разных российских городов. Заказы приходят даже из-за рубежа. «Это на самом деле необычно, это неизбито, и можно создать всё, что угодно. То есть любую идею ребята могут воплотить. То есть подарок идёт, даже если человек приобретает это для себя, то он будет уникальным. Иногда это может быть в единственном экземпляре. То есть такие вещи на самом деле ценятся». Самые дешёвые часы стоят 1680 рублей. Сделанные по индивидуальному дизайну – 2500. А 2800 берут за объёмное изделие. Но для Павла важны не только деньги, но и то, что виниловые пластинки несут в себе тепло, и для многих – воспоминания о детстве. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»